Сегодня мы с актёрами разберём реальную историю и покажем вам упрощённую версию психологического метода структуры. С его помощью человек может создать трёхмерный образ того, с чем ему пришлось столкнуться в детстве, и воссоздать альтернативный вариант, будучи уже взрослым, испытать то, что ему не довелось прочувствовать в детстве. В наших выпусках мы будем знакомить вас с разными способами проработки травматического опыта. Какие-то будут связаны с психологией, а какие-то – нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Всем привет! Нет! Знаете ли вы, что такое, когда вас игнорируют и не замечают? А может быть, вы жили в семье, где царит страх и ужас, а вы были желанным ребёнком? Дмитрий, 19 лет. Когда он был маленьким, его родители часто ругались. Мальчик испытывал при этом страх, гнев, тревогу, не зная способов, как с этим справиться. Из-за постоянного стресса был снижен иммунитет, и Дима часто болел. Ребёнка мучили ночные кошмары и энурез, что приводило к наказаниям со стороны отца. Спустя годы всё это переросло в панические атаки. Так как мать часто была раздражена, отстранена и безразлична, Дмитрий был беззащитным перед возникающими сложностями. Он ощущал себя недолюбленным. Тревожность и мнительность влияли на формирование низкой самооценки. После того, как родители развелись, Дмитрий больше не видел свою мать. Она лишь один раз позвонила ему. Дмитрий с детства преследует чувство одиночества, стыда, обиды и гнева по отношению к матери. Чувство вины и страха быть отвергнутым обществом. Развод? Да не вопрос. Егор оставил себе. Достал он, дура. Уже в подростковом возрасте стали возникать состояния депрессии и суицидальные наклонности, формироваться зависимость от алкоголя, возникать приступы неконтролируемого переедания и деструктивные отношения с девушками. История Дмитрия не исключение. Чем больше боли и лишений мы испытывали в детстве, тем больше шансов, что мы будем воспринимать на свой счет действия других людей. И тем меньше мы будем понимать их собственные проблемы, комплексы и беспокойства. Не в состоянии осознать запутанность их жизни, мы будем воспринимать любые их поступки как подтверждение того, что нас ждет лишь боль и разочарование. Как поменять эти внутренние карты мира и кардинально изменить свою жизнь? Как людям ощутить внутри чувства, которых у них не было в детстве? Мы не можем изменить случившегося, но в наших силах создать новые эмоциональные сценарии, эффективные и довольно реалистичные, которые в состоянии затмить старые. Я буду в роли свидетеля. Свидетель видит, как тебя наполняет какое-то чувство одиночества. Это роль нейтрального, никак не осуждающего наблюдателя, который отражает эмоциональные состояния героя. Когда человеку дают понять, что его слышат и видят, это создает чувство защищенности. Некоторые участники будут играть роль родителей героя. Сегодня я буду в роли твоей реальной матери, которая тебя родила, любила. Без нее бы ты не выжил, но ей пришлось тебя оставить. Я принимаю роль твоего отца, который тебя пугал. Герой может проговорить им все, что он носил эти годы в себе, не в состоянии это сделать в детстве, будучи беспомощным и зависимым. Мама, почему ты меня бросила? Ты не представляешь, как я скучал по тебе. Я каждый день ждал от тебя от телефонного звонка. Я каждый раз, когда звонил телефон, подбегал к нему и думал, ты ли это или нет. Я подумал о тебе каждый день. Почему тебя не было? Почему ты не осталась со мной? Метод структуры позволяет перенести чувство стыда туда, где ему и место, на фигуре перед собой, которые обижали его в детстве, из-за которых он ощущал себя беспомощным. Ты не прав. Войди в мое положение. Как бы ты поступил на моем месте? Я обеспечила тебе безбедное будущее. Ты получил отличное образование. Ты мог посещать кружки. У тебя было то, чего нет у твоих сверстников. Какая разница, безбедная она или нет? Мне все равно на деньги, на то, что он мне дал, мне это абсолютно все равно. Мне просто не хватало какого-то человека, который был бы со мной рядом. И этот человек, а была ты. Почему тебя не было? Да пойми, если бы я забрала тебя с собой, меня бы тоже не было рядом. Нам пришлось выживать. Я работала день и ночь. Мне нужно было устраивать свою жизнь. Как я это сделаю с малолетним ребенком на руках? То есть свою жизнь ты хотела устраивать. Обо мне ты вообще забыла, да? То, что у тебя и сын, то, что у тебя прошлая жизнь все-таки она осталась, то, что все-таки я твой ребенок. Ты думал больше о себе, нежели обо мне, о своем родном ребенке, да? Герой может услышать и понять мотивы другой стороны и высказать все свои обиды. Я бы хотел, чтобы ты могла отстаивать свою позицию, чтобы ты хотя бы много могла соперничать отцу, чтобы ты показала себя и свой характер, а не то, что ты делал все, что он говорит. Я понимаю то, что это человек, который Бог просто всех раскатывает в лепешку и все-таки даже намек немного хотя бы, чтобы ты могла это сделать. Как же стать уверенным и спокойным взрослым? В этом во многом помогают уравновешенные и последовательные родители, которые восхищаются ребенком, его открытиями, процессом познания мира, который помогает ему со взлетами и падениями. Родители, которые своим примером показывают ему, как нужно заботиться о себе и ладить с окружающими. Теперь наш герой может выбрать из участников себе кого-нибудь на роль идеальных родителей. Я принимаю роль идеальной матери. И проговорить им все свои сокровенные желания. Я представляю эту ситуацию, если бы, если, когда бы развелись, чтобы ты взяла меня с собой, отвела где-нибудь пожить, чтобы мы вместе жили, чтобы ты работала, чтобы я занимался какими-то домашними делами. Я бы тебя встречал каждый день. У нас была бы плотная, дружественная семья. Я хотел, чтобы ты просто отстояла меня, чтобы ты забрала меня. Хоть каким угодно путем, но чтобы ты меня забрала. От идеальных родителей герой может услышать то, о чем он мечтал все эти годы. И наш день был бы самый лучший. Начинался бы то утро, когда ты просыпался бы сам. Не ворчал бы никогда, не говорил бы мне, мам, но я не хочу идти в ванную чистить зубы. А просто пошел бы и сделал ради меня. Потом бы мы собирались и сходили бы в аквапарк, который ты всегда любил. Эти горки, как ты смеялся. Как ты кричал, мам, я еще хочу. И в конце вечера мы бы сидели и разговаривали на интересные бы темы. Ты бы рассказывал свои впечатления этого дня и засыпал бы у меня на руках. И так бы продолжалось вечно. Я очень боролась, верю в это, сынок. Я бы хотел бы, если уже в этом времени, чтобы она была в моей жизни и имела серьезное в ней участие, а не просто «привет, пока!», чтобы реально она интересовалась, чем я занимаюсь и чем живу. Свидетель видит в тебе эту потребность. А в чем тебе нужна поддержка? Может быть, у тебя не получается что-то по учебе? Мне нужна была поддержка, когда я пришел на препетицию по музыкальным инструментам, на прослушивание. И у меня перед самим этим выступлением у меня просто как трош, и я как стал ковкопанный, и вообще не мог не говорить ничего. И если бы я позвонил бы ей бы, она бы как-то, скорее всего, вылупла бы у меня из этого состояния. Позвони маме прямо сейчас. Вот она, она стоит перед тобой. Что ты ей говоришь? Вот она берет трубку. Мам, привет! Я не знаю, что произошло. Я готовился, я репетировал. Ну, у меня просто сейчас переуполняет какие-то волнения. Я прямо сейчас тяжело это говорю. Я не знаю, может, мне просто уйти отсюда. Может, забросить это. Может, это не мое банальное. Я не знаю. Ну, почему-то я... Я же готовился. Ты же мой герой. Ты сам их пеленок, всегда добивался того, чего хотел. Ты сам выбрала это направление. Мы долго с тобой обсуждали. И тебе это нравилось. Я видела, как горят твои глаза. И сейчас ты сдаешься. Я верю в тебя. Я тебя люблю. И я всегда поддерживаю тебя. И на этом пути ты точно справишься. Верь в это. Спасибо. Ну, тогда я пойду творить историю. С Богом. Я всегда с тобой. Спасибо. Потом я тебе обязательно скажу, что получилось. Я сейчас и думаю, что все получится. Представь, что у тебя все получилось. И ты сделал все, как хотел. Ты пришел домой. Дома тебя ждет мама твоя. Что ты ей говоришь? Мам, это просто было невероятно. Я как вошел туда, оно просто как само пошло. Я как встал на эту волну. Я практически, не знаю, с олосами вырывались, кисти сами вырывались. Я как с тобой поговорил, у меня просто как пелена сошла. И я прям начал чувствовать этот момент. И все получилось. Я надеюсь, меня возьмут. Но я думаю, так и будет на самом деле. Я практически в этом уверен. Когда люди физически ощущают, каково это, когда тебя ценят и защищают, это позволяет им переписать свои внутренние переживания. Например, я могу взаимодействовать со всеми вокруг, при этом не боюсь быть отвергнутым или обиженным. Как же сложились отношения у Дмитрия с отцом? Отец Дмитрия всегда требовал идеального порядка, высоких достижений. У него всегда было свое представление, какой должен быть его сын. Дмитрий даже закончил несколько классов экстерном. Но если что-то происходило не так, как ожидал его отец, то Дмитрий сталкивался с приступами ярости, агрессии и физического насилия. Один раз отец ударил его настолько сильно, что сломал сыну нос. Все это породило отсутствие границ, недоверие к миру, страх и агрессию к окружающим. Большая часть взрослых, кому довелось пережить жестокое обращение в детстве, тратят уйму сил, чтобы сдерживать себе тлеющую в них ярость. Из-за психологической травмы люди снова и снова интерпретируют настоящее в свете неменяющего прошлого. Пока внутренние карты мира составлены по пережитой травме, насилию и пренебрежительным отношениям, люди будут искать короткий путь к забытию. Ожидая отторжения, насмешки и лишения, они будут бояться пробовать что-то новое, будучи уверенным, что это закончится неудачей. Давайте посмотрим, как Дмитрий мог бы проработать свою историю с отцом. Пап, мы просто с тобой хотя бы можем вести диалог, хотя бы банально разговаривать, чтобы ты постоянно ко мне не придирался, не говорил то, что по каким-то мелочам, о которых в принципе нельзя было говорить, и чтобы не портить мне настроение каждый раз этим образом, когда ты что-то, я, допустим, зубную пасту не закрутил у меня прекрасное настроение, ты просто встал на меня, наорал, и все, и у меня просто весь день это идет к черту из-за этого. Можешь как-нибудь обращать внимание больше на хорошее, а не на плохое? Из плохого делается хорошее. Как это понимать, я не понимаю. Я говорю, чтобы у нас была какая-то с тобой взаимосвязь, чтобы мы понимали друг друга, разговаривали, понимали, и чтобы не были бы как два разных человека вообще. Мне кажется, что я так поступал, потому что я хотел, чтобы ты был сильней, более готов к той агрессивной жизни, которая тебя ждет впереди. А почему ты думаешь, что у меня именно будет агрессивная жизнь? Жизнь такая агрессивная. Почему ты как-то не можешь более позитивно, что ли, смотреть на вещи, и как-то мир только не из черно-белых красок стоит, он может быть и цветным, и ты мог меня научить этому, например, а не то, что везде какая-то боль, постоянность с кем-то нужно бороться, и просто добра немного принести, не знаю, в этот мир. Добра много не бывает. Как ты чувствуешь себя внутри? Расскажи. Ну, внутри я чувствую себя подавлено, одиноко. Такое ощущение, я просто один в этом мире, и у меня нет никого рядом со мной, и только я есть, и все, больше никого нет. Какие слова отца вызывают такую реакцию? Допустим, что я неуклюжий, что я что-то неправильно делаю, как-то неправильно разговариваю, неправильно одеваюсь, неправильно живу, в принципе, а все для тебя я делаю неправильно. Я никогда не слышал от тебя каких-то одобрительных слов, ну, что, да, сын, ты молодец, какие-нибудь слова поддержки. А ты уверен, что ты делал все правильно? Я не делал все правильно, естественно, я, это жизнь, я должен жить как-то, на своих ошибках учиться, но можно же подмечать не только плохое, а подмечать еще и хорошее. А ничего хорошего не было. Вообще, вообще ничего хорошего не было, да? Нет, ты хороший, но ничего не было хорошего. Это неуденосимо вообще. Такое ощущение, я как в стену говорю, я не вижу никакого понимания абсолютно с твоих слов, что я говорю, а у меня не слышишь, как в стену горох, и все. Как ты думаешь, почему твой отец так себя ведет? Я думаю, это то, что у него тоже все это какая-то травма из детства, то, что с ним то же самое делал дедушка. Дедушка, он очень строгих нравов, и поэтому такую, про любую модель воспитания для себя воспринял, и то, что с ним делали в детстве, он сейчас делает то же самое со мной. Для меня это вообще, в принципе, антипример. Для меня это пример того, как не нужно делать, нежели как нужно делать. Ну, ты можешь вырастить сопляком, слабаком. Или я мог вырастить тоже сильным человеком без того, чтобы ты постоянно меня критиковал и говорил мне, как и что делать. Я должен сам это решать. Почему ты не можешь хоть на секунду понять меня хоть немного, чтобы узнать меня как человека и со мной поговорить. На самом деле, какие у тебя желания, что ты от меня хочешь? тоже нет ответа. По крайней мере, чтобы ты был не слабаком, с хорошим характером, сильным. свидетель чувствуют, как тебя обесценивают, как тебя не принимают, как хотят, чтобы ты был кем-то другим. да, то есть, ты вообще не хочешь понять, чего я хочу, а ты просто внешь свою линию и хочешь, чтобы я именно был таким, как ты, я где-то там представил. А непонятно, что ты хочешь? Да я сам не понимаю, что я хочу. А что ты от меня тогда хочешь? Я хочу, чтобы мы как раз с этим, с тобой вдвоем разобрались, чтобы не я один все эти проблемы решал. Свидетель видит, как тебе нужна помощь и поддержка. Мы можем выбрать кого-то из участников на роль идеального отца. Ну, пилят, шоуста. Можно? Куда ты его хочешь разместить? Да, вот сюда. я готов принять роль твоего идеального отца, который любил и заботился о тебе. Я готов выслушать тебя в любое время. Ты готов со мной разговаривать, чтобы понимать, какой у меня внутренний мир, чего я хочу, какое у меня желание стремиться, к чему? Конечно. Ведь в этом моя миссия. Я должен вывести тебя в люди, а чтобы вывести тебя в люди, я должен слышать тебя. Вот этого, да, мне не хватало. Я хочу, чтобы ты меня чему-то научил, чтобы мы были как отец и сын, а не какие-то два разных человека, которые живут в одной квартире. Не чтобы ты был моим соседом, а чтобы ты был моим отцом. послушай, единственное, чему я тебя могу научить, быть тем, кем ты хочешь быть, а не тем, кем кто-то хочет, чтобы ты был. Хочешь играть на каких-то инструментах, играй. Хочешь заниматься бизнесом, занимайся. Я дам тебе возможности, а ты уже их реализуй, как ты считаешь нужным. Свидетель чувствует, как тебе протягивают руку помощи. Готов ли ты ее принять? Может быть, еще какие-то слова ты хочешь услышать конкретные? Конечно, я готов ее принять. Я не прошу, я надеюсь, что тут сверх такое сложное, что прям невыполнимое. Для меня на самом деле просто вечером посидеть с отцом за кухонным столом выпить чай, обсудить какие-нибудь дела, личную жизнь, допустим, что у него на душе творится, что у меня. Да мне, в принципе, больше всего не нужно, чтобы был отец рядом и помогал мне как-то. Давай попробуем прямо сейчас представить, что вы на кухне, вы пьете чай. Пап, привет. Как прошел твой день на работе? Замечательно. Ведь я пришел домой, я сейчас вижу тебя. конечно, мне не хватает иногда вечеров и вместе с твоей мамой, но ты знаешь, что то, что мы расстались, это не касается тебя, ты здесь совершенно ни при чем. Да, я понимаю это. Сначала я, да, думал, то, что я добыл есть отчасти моя вина. Может, так и есть, но уже нет этой какой-то атмосферы, то, что негатива, какой-то энергии, вот это, вот то, что холодно, вот это как-то стало попроще. Когда уже все это опустили, стало легче гостя. Замечательно. А как твой день прошел? Да, у меня, да, все неплохо. Есть небольшие трудности на репетиции, с кем это не бывает в принципе. Действительно, как на личном фронте? Ну, тут в поисках. Я думаю, она должна как-то сама прийти. То, что я не должен как-то это искать. Я думаю, она сама придет и я сразу это пойму. Согласен. Какие для тебя самые важные слова, которые папа реально, может, никогда тебе не говорил, ты бы хотел услышать? Я горжусь тобой. Вот, то, что я хотел услышать просто. Я горжусь тобой, ты все делаешь правильно. так дальше и делай. Похвалы какой-то, что-то, оценка, чтобы была какая-то то, что мои действия это делаю не просто так, и то, что родной человек это реально понимает, и для него это важно. Да, давайте позволим. Я горжусь тобой и всегда буду гордиться, как и твоя мама будет гордиться тобой. мы вместе с ней дорогая. Иди сюда. Несмотря на то, что мы уже не живем вместе, ты то звено цепи, которое нас всегда будет связывать. Спасибо тебе, что ты есть у нас. Как же здорово почувствовать себя в реальности, где тебя видят и слышат, любят и поддерживают. С помощью методовой структуры можно создать у человека искусственные воспоминания, которые будут жить бок о бок с болезненными реалиями прошлого. Именно эти новые ощущения могут стать противоядием к воспоминаниям о боли и предательстве. В комментариях вы можете рассказать о своем опыте. А если захотите стать участником проекта, пишите на почту. В следующем выпуске мы расскажем историю Кати, которая выросла, никогда не встречаясь со своим отцом. Если вам было интересно и вы хотите поддержать нашу работу, сделать это можно по ссылке в описании через сервис Boosty, если вы в России, или через сервис Patreon, если вы не в стране. подписывайтесь на YouTube и в Яндекс.Дзей. Мы есть в Телеграме и ВКонтакте. Любите себя и своих близких. До новых встреч!